так и вот мы переходим непосредственно к методам воздействия и мобилизации позвоночника убирания функциональных блоков но хочу сначала некоторое пояснение дать чтобы не путались в названиях или просто запомнили позвоночник у нас вот такой вот s-образной формы и он природа придуман не спроста у животных на четырех лапах он другой как правило внутрь вверх горбом то есть там один кифоз а у нас получается вот каждый изгиб если изгиб идет вперед естественно природный изгиб позвоночника он называется лордоз таким образом определяю шейный лордоз и поясничный лордоз позвоночник должен быть вперед кифоз это назад выгиб назад грудного отдела как правило ну и там этот комплекс крестец и копчик получается тоже так назад выгибается кзади вот получается лордоз кифоз лордоз кифоз специально для того чтобы этот весь позвоночник упрямо ходящих животных млекопитающихся по сути в нашей природе это почти только человек может там некоторые породы обезьян для того чтобы мы амортизировали мы постоянно ходим да и вот это столкновение пятки и нашего скелета с землей они дают достаточно сильную ударную нагрузку на весь позвоночник чтобы он меньше разрушался но есть такой вот пружинистая такая снова согласитесь что s-образная часть она более пружинистая если мы вещи какие-то несем при походке потряхиваем сюда и получается постоянно мы пружиним для этого собственно сделано но есть дисфункции есть там погрешности всякие вот если тут например увеличивается да то это получается гипер кифоз если здесь выпрямляется да вот эта часть тоже называется кифозом или шейный кифоз да вот выпрямляется если наоборот здесь позвоночник пошел прямой да уже лордоз получается то есть уже вот эти вот неправильные изменения до в сторону выпрямление его они уже называются проблемами заболевания болезни соответственно то что мы прощупываем да со стороны спины это по сути мы щупаем вот эти вот отростки остистые это не позвоночник то что вам говорят что я там что-то нащупал там такое да по сути человек вряд ли прощу планы на позвоночник потому что толщина или глубина тоже еще мышцы жировая ткань кожи там столько всего такая толщина сантиметров 5-7 еще на самом деле до позвоночника особенно в пояснице то есть это на самом деле проблема из которого он говорит или там или вы не обмануть своих клиентов если вы там что-то нащупали говорить о у тебя грыжа нельзя и прощупать пальцами можно только предположить предугадать что она где-то находится ну методом логически как правило это вот при переходе 5 получается позвонка 5 пояснице до в с 1 это крестец в этом переходе чаще всего бывает грыжа да это правило вот еще два сочинения 4 5 3 или 4 может может быть и часто еще бывают в шее статистика такова что вот чем ниже да потому что здесь весь вот этот весь столб организма весил вес она практически давит на соединение тазовых костей практически вот в одну точку получается да поэтому это самое проблемное место когда мы поднимаем грузы как раз защемил там кто-то жалуется да это именно вот это вот место но соответственно у нас шейный позвонков 7 это цеха не обозначается от 1 до 7 12 грудных позвонков от 1 до 12 даже там некоторые там называют латинскими буквами поясничные пять позвонков или один пять позвонки крестца они сросшиеся и под пять позвонков они как правило друг от друга неразделимы это пять сросших позвонков они обозначаются практически одна буквой с 1 копчика вообще никак не обозначается но веренка как-то обозначается нас это не интересует и наши копчик исправить очень тяжело и практически это не знаю какой-то 0 0 1 процент от случаев когда люди с этим обращаются это вообще делать очень сложно через задний проход там упрямляется мы даже это сейчас не наша тема не будем проходить мы будем проходить то что то общее назначение я даже не называю терапии хоть эта терапия и называют коррекции коррекции позвоночника мы корректируем его состояние до той степени чтобы человеку было хорошо хорошо сразу после первого сеанса ему уже легче очень много людей приходят такие исключенные грустные уходят радостные благодарность и столько я хочу чтобы вашей работе тоже были столько благодарности от довольных клиентов соответственно на вот эту часть грудного отдела да мы давим сверху ну по сути у нас человек лежит вот тогда то есть эту картинку положить вот так вот спиной наверх да мы на него надавливаем разными способами проходить донди лордоз прогиб до этот прогиб вперед получается вниз в стол мы туда не имеем права надавливать только в других позах ну для других случаев мы будем это все растягивать но растяжение она практически везде мы постоянно увидите как мы у нас построен массаж как шею мы делаем до постоянно вибрация постоянно растяжение постоянно аттракция растяжение аттракции называется хруст это будет составлять состава да этот раз называется соответственно здесь мы не давим а только используем скручивание и как правило они спиралевидные скручивания на шее и на пояснице на крестец в принципе тоже давим потому что тут есть соединение не только крестцов с позвоночником еще соединение крестца с стазовыми костями крестцово-подвздошное соединение так называемые они тоже бывают расшатываются они бывают нестабильными на них стоят на них тоже будем воздействовать ну соответственно вот отсюда крепится вот этот вот таз вот такое там примерно вот таз в кости откуда растут бедра направиться конечно нарисуешь но примерно так весом где-то на кости дело в том что ноги они тоже разной длины могут быть у человека да из-за того что повернуты вот эти вот подвздошные кости и таз может быть тоже разве мы тоже еще это еще будем справить это будем вставлять и начнем мы это все будем проходить стоя лежа сидя на полу на столе на стуле всеми способами да а начнем лежа так что начинаем начинаем правду позвоночник лежа